Просторы Тихого океана огромные и совершенно необъятные, можно сказать, но тем не менее по ним раскиданы цепочки островов, которые условно разделяются на три группы. Меланезия, то что ближе к Австралии находится, там же меланезийцы. Дуга островов, тянущаяся от Юго-Восточной Азии, очень маленьких, как правило, коралловых атоллов — микроэнезия, и энное количество архипелагов в самой середине Тихого океана — это Полинезия. Заселение Полинезии — это, наверное, последняя точка в великом странствовании человечества по планете Земля, то есть это последние рубежи, которые были освоены человеком. Совсем недавно, на самом деле, то есть некоторые острова, они были освоены, скажем, меньше тысячи лет назад, а чуть-чуть попозже туда уже приплыли европейцы, это уже было такое время глобализации. На самом деле история освоения, она немножко более древняя, восходит примерно к трем, может быть, к четырем тысячам лет назад, когда в Юго-Восточной Азии происходили некие подвижки, не очень понятно, с чем они были связаны. Может быть, что-то там было с климатом, может быть, какие-то там подвижки в сельском хозяйстве, может быть, в Китае с политикой что-то было, но поскольку мы не знаем точно время, когда это движение началось, мы не можем определить, какой был фактор. Но люди, жившие где-то на Тайване, стали переселяться на юг, на Филиппины, оттуда еще на юг, в сторону Индонезии, проплыли вдоль Меланезии. И вот, начиная с островов Меланезии, известна культура Лапита так называемая. Вот эти носители культуры Лапита были такими морскими кочевниками, они плавали от острова к острову, а острова эти были уже населены меланезийцами на самом деле. И лапитцы эти самые, они как-то общались с местным населением, частично вступали в браки, кто-то к ним присоединялся, кто-то оставался на месте, и мы их поможем проследить за счет керамики. Лапиты — это название для керамики, типа керамики оригинальной орнаментированной, которая обнаруживается по дуге островов с северо-западной Меланезии и дальше на юг. Видимо, продвижению способствовало то, что эти лапитцы были не просто морскими такими кочевниками, а продвинутыми морскими кочевниками. У них была, видимо, лодка с балансиром. Это было великое ноу-хау, которое позволило им продвинуться гораздо дальше, чем это удавалось их предшественникам в этом регионе. Они заселили самый юг Меланезийских островов, и только после этого туда подтянулись меланезийцы. И где-то около 2000 лет назад, может быть пораньше, там около 3000 лет назад, они заселились на Фиджи, а от Фиджи уже не так далеко до Тонго и Самоа. На Фиджи после этого тоже вслед за ними пришли меланезийцы. В настоящее время население Фиджи — это меланезийцы, а те, кто попал на Тонго и Самоа, они обладали признаками с одной стороны юго-восточно-азиатскими, такими монголоидными, почти монголоидными, а с другой стороны они довольно долго плыли вдоль Меланезии, и какую-то меланезийскость они нахватали. Поэтому в признаках современных полинезийцев смешаны признаки монголоидов, но не в северном далеко исполнении, экваториалов, и есть очень резкое своеобразие, потому что они останавливались много где, и процессы изоляции генного дрейфа, эффекта основателя, бутылочного горлышка и все, какие только есть, половой отбор сыграл свою роль, создали их специфику. Собственно, полинезийцы достаточно своеобразные люди, у них усредненные, можно сказать, по всем расам пропорции лица, потому что если брать крайние варианты рас, то полинезийцы, строго говоря, попадают в середину, между всеми и всеми. У них кожа довольно темная, но все-таки не сказать, чтобы черная, с точки зрения экваториалов они более-менее светлые на самом деле. Волосы у них чаще всего волнистые, но иногда бывают курчавые, иногда бывают прямые, то есть, в принципе, все варианты встречаются. Волосы, как правило, черные на самом деле. Рост бороды усов вообще довольно слабый, но не сказать, что прям нулевой, никак у монголоидов чуть побольше. Характерная черта — это довольно крупные размеры лица, то есть лицо и высокое, в общем-то широкое, но оно довольно равномерно увеличено, поэтому со стороны глядя оно не кажется каким-то особо катастрофично крупным. Оно, в принципе, такое усредненное опять же. Специфическая черта полинезийцев — это запредельная высота черепа, мозговой коробки. То есть, такой высоты нет ни у кого. Максимум у жителей острова Пасхи, у которых даже в среднем значение превосходит максимум большинства людей планеты. А максимальные значения для пасхальцев — это что-то совсем такое катастрофическое. Полинезийцы отличаются довольно крупными размерами тела, они большие, и характерная их черта — это повышенная склонность к жироотложению. Вопрос, почему так возникло, некоторые считают, что это давало какие-то преимущества при специфических заболеваниях на островах, некоторые считают, что в условиях, когда еды в принципе мало, повышенное жироотложение, оно дает какие-то преимущества. Поскольку полинезийцы на большинство островов Стонга и Самоа расселились сравнительно недавно, уже в нашей эре, где-то около 1500 года нашей эры, то на разных островах полинезийцы очень похожи. То есть, что на Гавайях, что в Новой Зеландии, что на острове Пасхи, что в Таите, что на Маркийских островах и где-то еще, они в принципе очень близки друг к другу. То есть, эффекты, опять же, основатели и так далее работали, но это одна из самых однородных рас на планете. В некоторых других регионах есть похожие группы населения, например, в Микронезии, но какой-то микронезийской расы выделить невозможно, потому что там шло хитрое смешение полинезийцев с одной стороны, меланезийцев с юга и монголоидов, которые приплывали из Азии. Поэтому население Микронезии — это классический пример смешанных популяций. А если обратиться к более северным областям, там есть группы специфические, которые, может быть, имеют какое-то отношение, родство к полинезийцам. Речь идет об Айнах. Айны — это население Курильских островов и изначально всех японских островов, а в таком уже более историческом времени — Хоккайдо. Айны — это народ, который всегда приводится как классический пример совпадения расы и этноса. То есть раса — это биологические признаки, этнос — это всякие социальные признаки, язык, религия, культура и так далее. И чаще всего эти вещи никак между собой не совпадают. А у Айнов они совпадают. То есть Айны — это своя айнская раса, у них свой айнский язык изолированный, который ни с каким другим особо не родственный, у них своя специфическая культура и все как-то свое, и свой узкий ареал маленький, небольшой совсем. Соответственно, это же пример того, как вот эта связь исторически обусловленная раса и этноса может нарушиться. Потому что пока все эти Курильские острова и Хоккайдо были особо никому не нужны, Айны там сидели и были айнами. Но как только оказалось, что это очень интересное место, где можно ловить рыбу, где можно боеголовки размещать и все такое прочее, тут же все захотели там поприсутствовать, и до сих пор Япония пытается от нас отхапать несколько островов курильских, и население стало двигаться вперед, и в настоящее время вот эта связь айнов раса и этноса распалась. И теперь Айны, которые живут в Японии, они сильно японизировались, их от японцев довольно трудно уже можно бывает отличить, а те, которые у нас Айны, они, ну не знаю насколько они русифицировались, но в общем тоже как-то влились в окружающее население. Но где-то на начало 20-го века Айны еще были достаточно обособленной группой и обладали комплексом уникальных признаков. Ну самый яркий признак Айнов — это супер повышенная бородатость. Это отмечали все вообще, кто видел Айнов. Я не знаю как современные, современные Айны, судя по фотографиям японские, они бородатее, чем японцы, но не сказать, что какие-то предельно. А вот фотографии 19-го и начала 20-го века показывают, что правда бородатость была какая-то невероятная, причем речь даже не только о длине бороды, которая у Айнов тоже была до пояса, а о уровне расположения линии бороды относительно глаз или щек. И таких бородатых людей действительно на планете не было. Но это правда сочеталось каким-то удивительным образом с не очень сильным развитием волос на теле, но в принципе это гены разные. Кстати, вот эта повышенная бородатость, она даже отразилась в культуре Айнов, потому что это, наверное, единственный народ, у которых были такие специальные палочки, чтобы поднимать усы во время еды, чтобы, значит, усы не попадали в рот. Ну вот, а с другой стороны, этот признак он передался соседним народам, допустим, тем же японцам, потому что японцы, когда заселяли японские острова и становились японцами, ну какие-то там прото-японцы, они встретили Айнов на своем пути, с ними частично воевали, частично торговали, как-то там взаимодействовали, ну и браки в том числе заключали. И, соответственно, современные японцы отличаются от родственных в расовом отношении народов, скажем, корейцев и китайцев в немалой степени как раз повышенной бородатостью. Также Айны повлияли и на население Сахалина и Амура, потому что, ну, в принципе, там все эти проливы преодолеваемые, и, скажем, Нивхи, они несут в себе такой большой заряд айнскости. Ну вот, но вот эта повышенная бородатость — это не единственный признак, естественно, Айнов. Некоторые антропологи отмечали такой признак, как большие размеры ушей. Честно говоря, я не уверен, как это вообще измерялось и определялось, но, тем не менее, это вот в литературе отмечено. Айны обладали довольно смуглой кожей, волнистыми темными волосами, темными глазами, ну, и немножко как бы такими экваториальными чертами, что на Сахалине и Курилах немножко необычно, конечно, смотрится, но, с другой стороны, эта экваториальность была не столь запредельной и не так уж прямо ярко выражена, поэтому, когда первые русские попали на эти территории, они принимали айнов, ну, почти же как бы за своих. Ну, культура, конечно, другая, но все отмечали сходство в лице. Поэтому айны разными антропологами классифицировались и как европеоиды, и как экваториалы, и даже как монголоиды, потому что смешение с монголоидами свой след оставило, и как кто угодно, и как специфическая раса. Палеоантропология показывает, что, видимо, эта раса, возникшая именно здесь. Потому что предшественники и, видимо, предки айнов, люди культуры Дзимон, жили здесь, ну, как минимум, 10 тысяч лет подряд. И, судя по всему, это вот пример возникновения расы в одном и том же месте, с минимальными контактами с окружающим населением, ну, такой почти чистокровный. Но одновременно это же пример того, как раса может не только возникнуть, но и раствориться в окружающем населении. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok